здравствуйте мои дорогие друзья приветствую вас в новом влоге в новом видео о жизни в польше нашей жизни в польше и сегодня будут затрагиваться некоторые даже может быть такие более острые вопросы но сразу хочу вам сказать что в моих видео я буду показывать жизнь с точки зрения простого обывателя простого гражданина польши я не собираюсь здесь останавливаться на каких-то политических взглядах политических темах потому что мой канал и мои видео совсем другой тематики поэтому если кто-то будет искать информацию вот такую более политического плана обязательно пройдите на канал и которые этим занимаются и освещают эти темы я повторюсь еще раз у меня канал о тематике лайфстайл то есть я буду рассказывать о том не о том что конкретно происходит в мире а ци извне влияет на жизнь простых людей и поэтому каждый из вас может увидеть как мы здесь живем что у нас здесь происходит и как это все выглядит прямо сейчас у меня дома нету газовой проводки но плита у меня сверху газовая а духовка электрическая поэтому чтобы готовить мне нужен газовый баллон вот у меня находится около плиты в таком шкафчике вот такие газовые баллоны в польше он на 11 килограмм видеть это пропан-бутан вот такая вот такой баллон его мне хватает на месяц я даже себе записываю для того чтобы ориентироваться когда и насколько мне его хватает так вот приблизительно мне его хватает на месяц иногда это даже случается чуть лика в тюрельку день в день то есть например 10 одного месяца 10 другого баллон кончается но и был такой период времени когда почему-то баллон я не готовила тогда слишком много но почему-то баллон кончался за три недели они за четыре вот это вот я еще не могу разгрызть почему так случалось но сейчас опять все вернулись на круги своя и такого баллона мне хватает на месяц что же приключилось с этим газовым баллоном и так рассказываю предысторию когда мы вселились в этот дом это уже было почти 20 лет назад у нас тут не было газа и но я хотела очень готовить на газе опечь на в электрической духовке поэтому мы купили такую плиту и пришлось нам покупать газовый баллон и все это не все это время лет 15 мы или даже больше мы покупали газ в определенной фирме которая привозила его домой и нас это как бы устраивало но потом цены подросли и мы начали искать альтернативу и вот муж узнал что в супермаркете обе начали продавать газовые баллоны и по очень очень конкурентной цене нас это очень устраивало несмотря на то что приходилось ехать туда и завозить им баллон и там его менять это нам очень оплачивать поэтому мы вот года полтора едва брали уже газ там и были очень и очень довольны но вот начиная с конца лета как-то цены начали уже подрастать но это были не такие уже слишком значительные повышения но и это конце осени так я приехала поменять баллон и была такая довольно значительное повышение цены и я почему-то взял я тогда взялась за телефон и начала обзванивать те фирмы с которых мы брали газ и получилось что там еще дороже чем было в обе но я прикусила губу нечего делать пришлось взять и я взяла этот баллон и на следующий раз когда я пришла опять была неприятная неожиданность потому что цена газа опять выросла для предисловия скажу что когда мы начинали брать газ в обе то он стоил где-то 38 злотых не не доходя до 40 злотых потом уже немножко больше но вот в последний раз когда я уже брала этот газ это было наверное в январе месяце цена выросла до 80 злотых за баллон конечно же в таком такое короткие сроки вот так выросла цена это было довольно неприятно и вот в январе взяли за 80 феврале это же кажется за 80 и вот позавчера я поехала чтобы купить следующий баллон и когда спросила сколько он стоит то челюсть у меня отвисла потому что мне сказали 118 злотых то есть в течение месяца с 80 на 118 это грубо говоря 40 злотых вверх если летом вот я платила в границах 40 может 45 не помню уже точно сколько злотых но вот сейчас представьте себе они за они запели уже 118 а фирме которая поставляет к дому 120 злотых сейчас стоит баллон с газом и вот такие реалия поэтому баллона мне хватает и как я уже говорила на месяц и посмотрите если даже грубо говоря с 50 на 120 это все-таки ощутимое повышение цены и я боюсь думать что будет дальше подчеркиваю еще раз я здесь не хочу заниматься никакой политика я просто говорю конкретные цифры и конкретные цены сколько мы сейчас должны будем платить за газ ко всему этому еще если прибавить цену на бензин то это вообще становится катастрофа сейчас цена бензина доходит до 7 злотых и выше но сейчас неделю назад у нас произошли понижение цены и сейчас бензин в это время стоит в границах 650 где-то больше где-то меньше уже было повыше семей но и теперь говорят что вообще может дойти даже и до 8 злотых за литр я говорю про бензин 95 не тот самый дорогой а самый вот этот дешевый бензин 95 вот такие цены поэтому сейчас уже много не наездишься и принимая во внимание вот все эти повышения к тому же еще и грядут повышение конечно же на продукты питания или например то чего нам может не хватать о чем я говорю сейчас это о подсолнечном масле не знаю как с рапсовым рапсовое масло польша производит тут я не знаю какие будут или расценки или даже по количеству хватит нам или нет но я читаю статьи где написано что этого масла в польше еще только на несколько недель есть запасы в германии уже эти запасы исчерпываются там уже в магазинах пустые полки игры немцы ездят в приграничных местностях покупать масло в польше к тому же у нас сейчас вы знаете какая ситуация в польше польша приняла более двух миллионов беженцев это люди которых тоже нужно которые тоже и хотят и кушать и все вот это вместе не знаю считали ли они с этими людьми или только считали запасы на селение польши не скажу вам но такая ситуация есть и некоторые говорят что вот это наметание паники нет если сейчас эти продукты есть они еще есть но уже в статьях газетах пишут что этот запас не слишком большой и его надолго не хватит и к тому же подсолнух сеет всегда в апреле месяце а что будет сейчас пассивными поскольку 3 4 всех запасов всех ну как поставщиков от солнуха подсолнечного масла это россия и украина и если вы знаете если в украине сейчас ситуация такая какая есть я думаю что вот не знаю как будет с пассивными и как будет с этим подсолнухом я думаю что не очень такая розовая ситуация поэтому с подсолнечным маслом безусловно в мире будет напряженка и если она даже и где-то будет то наверное так как пишут газеты цены могут быть космические вот поэтому я лично для себя запас сделала и поэтому предупреждал людей кто например я например использую в большинстве подсолнечное они рапсовое масло поэтому я себе сделала запас чтобы иметь иметь это этот этот продукт дома и не для того чтобы вот собирать такую панику а для вот того чтобы предупредить людей какая может быть ситуация к тому же скажу вам что цены очень выросли я например еще где-то может в октябре месяце покупала подсолнечное масло но правда это было тогда хорошая акция и она стоила тогда 4 злотых кажется за бутылку вот и сейчас самое дешевое подсолнечное масло это 666 90 почти 7 злотых за бутылку так что вот за такое короткое время посмотрите какое пошло повышение цен поэтому вот такая ситуация не принимайте это как панику просто нужно знать я например не знаю как кто но я не люблю переплачивать и считаю свой свой бюджет свои деньги и всегда если можно на чем-то сэкономить или просто не выбросить деньги на ветер я это делаю поэтому то что мне надо я запасаю и ну я знаю что не все делают запасы но например когда был к вид я не сделала запаса на ржаную муку а я пику хлеб именно из такой муки и эту один и меня две ржаные муки и одну из них производит только единственная фабрика или как сказать ну фабрика скажу в польше и тогда была такая напряженка что просто они не вырабатывали на то чтобы на всю страну сделать эту муку и были перерваны до поставки и не туда было очень и очень тяжело но удалось договориться в магазине что вот когда придут что они мне хотя бы 10 килограмм отложат и я смогу купить но это мне так пошли на руку и помогли потому что я ездила почти каждый день и просто этого товара не было поэтому чтобы не попасть вот такой просак второй раз я себе сейчас кое-какой запас сделала но скажу вам например что месяц назад или полтора когда я покупала эту муку то допустим я за килограмм платила злотый 80 а теперь когда приехала я платила 320 или даже 330 я точно не помню за килограмм посмотрите как выросла цена вот и все на эту тему но может быть для некоторых это и немного но это просто в два раза цена за муку повысилась и возможно она повысится и дальше и чтобы она вообще была в магазине потому что как я вам говорю были очень большие проблемы и мне для хлеба нужно именно такая поэтому ну поэтому вот так я в ашане пришла за своей мукой которую я покупаю на хлеб 322 вот такая цена а последний раз я брала за злотый 80 или злотый 88 и и им продают только в ашане и только одна один завод делает ее на всю польшу это мука цельнозерновая вот это здесь она цена была намного дороже от той зеленой а сейчас смотрите она дешевле еще по старой цене а та уже по новой цены растут еще расскажу вам одну интересную историю которая произошла со мной в бедронке я вам покажу что я там купила я уже делала обзор бедронки последнее время и вот я сейчас перед праздниками всегда мариную мясо шинки на ветчину я вам сделаю вставочку об этом я уже начала этот процесс я попала на очень хорошую цену ветчины но в бедронке было ограничение что на одну карту моя бедронка карта 100 его клиента то есть постоянного покупателя и на эту карточку не насчитывают никакие бонусы но при помощи этой карточки можно пользоваться разными скидками но и вот я попала на хорошую цену этого мяса и было ограничение такое надо было иметь карту и на одну карту было ограничение до 4 килограмм я выбрала два соответствующих куска и на на кассе у меня почему-то не пробивала скидку мы и там и там и косовали и добавляли ничего не получалось потом кассир попробовала на свою карточку это мясо забить и у нее скидка вышла благо у нас семье две карты у меня и у мужа и я подала карту мужа на его карту скидки зашли все было в порядке и теперь вопрос почему же на мою карту не заходили скидки и продавщица мне объяснила что возможно в этот день потому что лимит был четыре килограмма в день этого мяса можно было купить она мне сказала что возможно сегодня кто-то купил на вашу карту уже мясо и поэтому вас скидка не заходит вы наверное дали кому-то свой номер телефона и кто-то не воспользовался потому что можно в магазине или по по штрих-коду карту вбить или же дать номер телефона на которые зарегистрирована эта карточка и сейчас во время пандемии сказали что лучше всего давать номер телефона чтобы никто вашу карточку не брал в руки то есть понимаете в чем дело поэтому мы начали давать номера телефонов по номеру телефона ходит карточка я скажу вам честно никому ну как 7 телефон номер телефона знают мои знакомые но так чтобы я кому-то ходила и фишировала вот что на этот номер телефона карточка и так далее такого я никому вообще не говорила и вот такой вот интересный случай кто бы это взял мой номер телефона и пошел купил и именно в этот день а я была 8 часов утра в магазине кто-то должен быть быть еще раньше в этот день чтобы купить это мясо и вбить его на мою карточку вот такая ситуация хорошо что были 2 начиная мариновать мясо перед праздниками на ветчину два куска я купила в бедронке очень хорошие и сейчас буду их мариновать то есть сначала натирать вот этой смесью соли с приправами рецепт у меня на канале этой ветчины обязательно заходите смотрите пробуйте она должна быть около трех недель если еще говорить о ценах то я заметила что очень подорожала мясо мясо говядины например говядина без кости такая кусок такой хорошей говядины которые можно порезать на такие как сказать на такие кусочки отбивные она уже более 40 злотых за килограмм а а мякоть обычная говядины около 35 злотых это очень дорого сейчас и также я заметила мясо лей которая я всегда брала она называется гулашовы то есть это с темной части индейки мясо без костей там она обычно с ноги снимается вот очень хорошая и его можно и так и на гуляш и также можно пропустить через мясорубку очень вкусное мясо я его всегда брала по 13-14 злотых и потом она подорожала до 17 сейчас я пришла в магазин она уже 20 так что вот так растут цены что будет дальше еще не знаю но также и на колбасные изделия пошли цены вверх очень поэтому друзья мои не очень весело и все вот это в совокупности когда возьмешь вместе подсчитаешь сколько тратил раньше сколько получается сейчас то нужно как сказать затягивать пояс что поделаешь конечно же эта жизнь и мы никуда от этого не уйдем и не то чтобы я разжигала какую-то панику я просто хочу чтобы люди знали какой уровень сейчас у нас может кто-то будет к нам ехать кто-то может хочет знать как кто-то у нас жил и хочет теперь сориентироваться какая ситуация на фоне развивающихся событий у нас сейчас поэтому вот показываю и рассказываю как у нас это выглядит на местах если есть еще какие-то вопросы по этому поводу обязательно пишите в комментариях я вам отвечу на сегодня у меня все друзья до новых встреч и новых видео всегда вам всем очень и очень рада и буду всегда благодарна вам за лайк за подписку и за комментарий пока пока субтитры сделал DimaTorzok